Некоторые люди сильно ошибаются и делают нелогичное заключение, что раз невозможно не доказать, не опровергнуть существование Бога, значит вероятность его существования ровно 50%, то есть как при подбрасывании пени. Это, конечно, совершенно нелогично, так как если вы просто не можете опровергнуть что-то, это не значит, что шанс того, что это существует, равен 50%, и это хорошо показывает пример с чайником. Я рассматриваю гипотезу существования Бога как научную гипотезу, и в этом мой взгляд расходится со взглядом многих моих научных коллег, которым кажется, что наука и религия никак не взаимодействуют между собой, и вы можете быть очень хорошим ученым, в то время как ваше религиозное убеждение — это ваше личное дело, которое совершенно никак не влияет на вашу науку. Я считаю, что это неправильно, потому что Вселенная с Богом была бы совершенно не такой, как Вселенная без Него, и наука в них была бы разной. Бог, кстати говоря, если бы захотел, мог бы вторгнуться непосредственно в настоящий момент и прекратить все спекуляции на эту тему. Единственный из традиционных аргументов за существование Бога, который до сих пор используется, — это телеологический аргумент, также называемый доказательством от замысла. Это известный аргумент часовщика, и, безусловно, один из самых плохих правдоподобных аргументов, которые когда-либо были придуманы. И он снова придумывается почти каждым человеком, если он не понимает его логическую ошибочность и или не знает о блестящей дарменовской альтернативе. В хорошо известном нам мире продуктов, произведенных человеком, такие вещи, как часы, компьютеры и прочие сложные предметы, которые выглядят кем-то сделанными, на самом деле кем-то сделаны. Для наивных наблюдателей из этого по аналогии следует, что сложные вещи в природе, которые выглядят кем-то сделанными, то есть такие вещи, как глаза и сердце, тоже кем-то сделаны. Это не только плохой аргумент, использующий аналогии, но и плохой аргумент, использующий статистику. Он неверный, но в нем есть иллюзия правильности. Если вы случайным образом будете перемешивать и соединять между собой фрагменты глаза или сердца, то возможно, что даже за миллион попыток у вас ни разу не получится нечто, что будет видеть или биться. Это показывает, что такие устройства не могут быть собраны случайно. И многие люди думают, что единственная альтернатива случайности — это замысел. Из-за никуда не годного научного образования большинства британских и американских студентов, очень многие люди просто не знают о том, что такое естественный отбор Дарвина. И поэтому единственная альтернатива случайности, которую люди могут вообразить, — это замысел. Английский астроном Фред Хойл высказал свою версию такого непонимания. Он предположил, что вероятность того, что ураган, проходящий через свалку, случайно соберет Боинг-747, равна вероятности того, что естественный отбор может создать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем. Даже до появления Дарвина, который дал нам ответ, слабость аргумента от замысла была очевидной. Разве может быть хорошей идеей постулировать в качестве объяснения существования сложных, невероятных вещей создателя, который должен быть еще сложнее и невероятнее, чем те вещи, которые он должен объяснить? «Весь аргумент — это очевидный логический фарс». Так рассуждал великий философ Дэвид Хьюм еще до того, как родился Дарвин. Но чего Хьюм не знал, так это, что существует совершенно элегантная альтернатива, и случайности, и замыслу, которую дал нам Дарвин. Естественный отбор потрясающе убедителен и элегантен. Он не только объясняет всю жизнь, но и повышает нашу сознательность, и усиливает нашу веру в будущую возможность науки объяснить абсолютно все. В чем же основная проблема креационизма дробь разумного замысла? Между ними нет никакой разницы, кстати говоря. Проблема в том, что философ Дэниел Дэннет называл «небесным крюком». Небесный крюк — это огромная рука, которая необъяснимым образом появляется с небес и начинает манипулировать вещами в нашем мире. И многим кажется, как будто она что-то объясняет. Но, конечно, она ничего не объясняет, потому что она не объясняет саму себя. Это небесный крюк. Противоположность небесному крюку — это кран. Кран действительно вносит объяснение. Естественный отбор — это типичный кран. Естественный отбор — это накопительный процесс. Он начинается с простых начал, идет маленькими шагами, усложняющимися шагами, и достигает поразительных высот сложностей и невероятностей, которые мы видим в живом мире. Вот несколько примеров продуктов естественного отбора. Огромного крана накопительного естественного отбора. С правой стороны изображен шип розы. Защитная адаптация розы против того, чтобы ее съели. И этот шип вырезался и формировался путем естественного отбора в течение многих поколений. С левой стороны — это не шипы розы, это жуки. Они преображались путем естественного отбора в форму шипа розы, чтобы защититься от их собственных хищников. Естественный отбор — это не только альтернатива случайности. Это единственная и окончательная альтернатива случайности, которая когда-либо предполагалась. Замысел — это работоспособная альтернатива, но только в коротком промежутке времени. Потому что вам все еще надо будет объяснять, откуда появился замышляющий. Франсис Крик и Лесли Оргил, известные молекулярные биологи, однажды шутливо предположили, что жизнь на этой планете могла быть действительно создана. Это их теория о прямой панспермии, посредством которой внеземной разум из далекого космоса засеял нашу планету ракетой, в носовой части которой находились бактерии. И таким образом и произросла вся жизнь. Они на самом деле в это не верили, но они выдвинули эту теорию в качестве интересной гипотезы. И что интересно, с моей точки зрения, эта теория может быть верной, потому что в ней я не вижу ничего невозможного. Маловероятно, но она может быть верной. Но что еще вы можете сказать о ней? Она не может быть окончательным объяснением, потому что вам снова нужно объяснять, откуда взялся внеземной разум из дальнего космоса. Рано или поздно данный поиск истоков должен прекратиться. Если инопланетяне из дальнего космоса тоже были посеяны другой ракетой из другой планеты, то вы по-прежнему не решили проблему. В конце концов, вам придется прекратить этот поиск истоков путем постулирования крана вместо небесного клюка. И очевидно, что этим краном будет эволюция путем естественного отбора. Логика аргументов креационистов всегда одна и та же. Если какое-то природное явление слишком статистически невероятно, слишком сложно, слишком впечатляюще, чтобы произойти случайно, тогда замысел — это единственная альтернатива случайности, которая приходит им в голову. Стало быть, создатель сотворил его. И ответ ученых на это, ошибочный аргумент, всегда один и тот же. Замысел — это не единственная альтернатива случайности. Естественный отбор — это лучшая альтернатива. Посмотрите, какая странная у них логика. У нас есть теория А и теория Б. Теория А подкреплена множеством фактов. Теория Б не подкреплена ни одним фактом вообще. А теперь ключевой аргумент. Я не могу понять, как теория А объясняет феномен Х. Следовательно, теория Б должна быть верна. Бьюсь об заклад, вы не знаете, как эволюционировал локтевой сустав, редко встречающийся религушке проныры. Не знаете? Правильно, Бог его сделал! Этот тип аргументов — это ошибка воображения. Я называю его аргумент отличной недоверчивости. Метафорой к экстремально низкой вероятности может послужить комбинационный банковский замок. Очень хороший, высококачественный замок, такой, как замки на банковских хранилищах. Теоретически, грабитель у банка может повезти, и он может набрать правильную комбинацию и украсть все деньги в банках. Но на практике комбинационные замки в некоторых банковских хранилищах сделаны так, чтобы вероятность набрать правильную комбинацию была практически равна нулю. То есть такой же, как вероятность спонтанного появления Боинга 747 Фреда Хойла.